О чем говорим-то сейчас? Про подпорки или что? Про подпорки. У кого-то надо заказывать и сколько это стоит. Вот прям так, да. Ой, ну, нет, слушай, подожди, давай так не будем. Нет, будем. Нет. Будем. Это мы не снимаем. Это мы снимаем. Сколько стоит? Сколько стоит такая фигня? Здравствуйте. Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня мы продолжаем снимать в пионаре Натальи Завидий. И сегодня мы хотим рассказать про волнующую всех любителей пионов тему. Это подпорки под пионы. К сожалению, большинство пионов имеют такую тенденцию разваливаться, заваливаться, ложиться. И мы решили с Натальей сегодня рассказать, как лучше всего сделать подпорки самостоятельно. Какие можно приобрести. Ну и вообще, чем придать пиону, так сказать, товарный вид. Наташа, ну вот я смотрю, у тебя под многими кустами стоят такие конструкции. Ну да, это одна из конструкций, которые я использую. Но это уже, в общем-то, эту конструкцию можно использовать только на таких больших кустах и высоких кустах. То есть, если это куст молодой, если это еще недостаточно высокий, то, в общем-то, конкретно эту подпорку использовать нежелательно. Она не подходит. Ну, первый у меня вопрос такой. Когда вообще нужно ставить подпорки под пионы? В какой период это нужно сделать? К сожалению, для того, чтобы вот конкретно вот эта подпорка смотрелась очень хорошо, как вот на том кусте, ее практически не видно. Ее нужно будет ставить, когда еще куст совсем маленький. Потому что, когда куст вырастет, нам это будет делать очень сложно. Мы можем обломать бутоны, обломать листья, что, в общем-то, не ушло. То есть, даже еще не дожидаясь, пока вышли бутоновые. Да, да, к сожалению, да. Ну вот я остановилась на вот этой ржавой истории. Я специально ее не стала красить, потому что, ну, мне кажется, она так меньше всего заметна. Ну, более органично. Это под заказ сделано? Ну да, это мы заказывали. То есть, за 150 рублей можно... Наверное, да. Не, ну, если я пойду там, где, не знаю, там варят. Да, да. Кто-то где-то же варят. Это какой-то обычный, наверное, если хорошие есть руки, мужские, скорее всего, то это можно сделать самим очень хорошо. Ну, просто вот, да, я вот ее сейчас сфотографирую, куда-то приду в мастерскую, которая, может быть, работает сейчас, мне даже работают, и скажу, что вот у меня одной знакомой за 150 рублей сделали такую. Сделайте мне таких. Я бы сделала, наверное, разного размера, то есть, именно для высоких кустов и поменьше, чтобы они были пониже. А, собственно говоря, можно купить в каких-нибудь садовых центрах пластиковые, но мне не нравится вот этот зеленый цвет, как-то это чуждо природе. Картен тебе нравится. Да, мне нравится картен. Ну, ясно. А для тем, кому больше нравится зеленый пластик, и не только зеленый пластик, мы сейчас с Наташей сядем и посмотрим, какие есть еще другие варианты с подпорками, которые не надо заказывать, а которые можно сделать из подручного материала или купить в любом магазине. Да. А еще можно посадить те кусты, те сорта, которые в подпорках не нуждаются. Ну, да. Это мы запишем отдельный ролик, где будет твой хит-парат пионов. Хорошо. Прибор для похудания. Королева бензоколонки. Слушай, ну мне все время говорят, что я нарцисс, а я вполне себе пион. И для попугая, может быть. Только покалечился. Да, уж добрых у нас не бывает. Ну что? Коронавирус. Наташ, ну вот это вот самая распространенная опора, которую можно купить везде в магазинах. Ну, собственно говоря, да. Но мне она не нравится, потому что как-то эстетически она меня не очень устраивает. Да и с точки зрения функциональности, в общем-то, она достаточно ломучая. Ну, она сама по себе достаточно хлипкая, потому что это пластик, все плохо вставляется, плохо двигается очень. Ну, по функционалу, вот смотри, вот меня что в первую очередь смущает? Меня смущает вот этот разъем. Да. Вот. Вот. И мне кажется, твои кусты, которые у некоторых стеблей, просто толще, чем эти дуги. Мне кажется, порывом ветра вот это вот просто понесется по всему саду. Вот эта вот опора полетит. Есть такое. Потому что и вот это вот плохо втыкается тоже. Вот оно вот плотно не заходит, надо заколачивать, а потом из земли не уйдеть. Ну, и потом такая конструкция, она и стоит не дешево. Она, по-моему, стоит рублей 400. Мне кажется. Не помню уже. Ты давно покупала их. Да. Ну, давай на всякий случай покажем упаковочку. Мало ли мне кто-то не встречал. Вот так это называется. Кустодержатель. Кустодержатель. Да, но они есть под разные размеры. Кустодержатель под пион, под смородину, под более высокие кусты, под розы. Да. Вот. Ну, в общем, диаметр. Ну, все равно у куста примерно одинаковый диаметр. Это для взрослого куста. Это вот это вот для взрослого куста все-таки. Да. Ну, сюда можно запихнуть любой куст? Очень высокий нет. Он будет переломываться. Очень высокий. То есть, это на средний взрослый куст, скажем так. Хорошо, в общем, если ничего другого не найдете, вот это как бы такой мастхэв. Да. Вот то, что ты в руках делаешь. Это я держу. Мне нравятся вот эти подпорки. Они для гладиолусов. Это для молодых совершенно кустов, когда у вас там один-два стебля практически. То есть, тогда мы каждый стебелечек подвязываем на это колечко. Просто одеваются и втыкаются. Да, они есть разного размера. Соответственно, повыше, пониже, мне нравится вот этот вот. Именно для молодых кустов. Для чуть более старших кустов я придумала вот такой вот способ. Это вот подставочка для земляники. Продается, да. Но она очень маленькая. Соответственно, я вот беру палочку, вставляю вот эту, и это уже в землю. Вот такая простая, незамысловатая конструкция. Не, ну, я все-таки... Тогда для молодых кустов, когда там 3-4 стебля, собственно говоря, неплохо он держит. Ну, как временный такой держатель, потому что, ну, мы все-таки говорим про коллекционный сад. Конечно. Да, потому что, да, у тебя все-таки коллекция. Конечно, да. И у тебя малышей всяких много. Вот это вот категорически нет. Мне это не нравится, потому что, во-первых, их надо много, чтобы сделать какой-то большой круг. Потом они достаточно, если куст взрослый, переламываются, и, в общем-то, своей функциональной роли такая конструкция не несет. А есть такие вот большие, вот как эти, только вот с большим таким полукругом, но они тоже разомкнутые. Тоже разомкнутые, но, в общем, для больших кустов это не лучший вариант, потому что, да, они могут переламываться. Слушай, ну, а если некоторые сколачивают, как раньше сколачивали, знаешь, под крыжовник, из дерева такую табуретку, без седалища. Можно. Табуретку просто ставили старую. Да, 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 можно. Старый стул венский. Будет очень хорошо. То есть, испорченным стулом пион не испортишь. Да, абсолютно. Ну, вот это вот еще конструкция. Давай покажем ее. Ага, да. Это вот то, что за 150 рублей тебе сделали. За условные 150 рублей. Да, ну, вот мне нравится. Напятки, я говорю, что если вот хорошая конструкция, вот это вот мы втыкаем в землю, и тут, поскольку два кольца, и пионы стоят достаточно. Ну, она хорошо втыкается, во-первых, вот достаточно в дернину. Ну, она у меня уже, наверное, года 4 служит вот эта вот. Ну, она вечная. Это же железо, вот, кроме того, что оно сверху немножко подкрывается ржавчиной. Это можно передавать от сына к деду, просто. Ну, посмотрим, сколько она прослужит. Это у нас еще вот эксперимент. И внуки твои будут вспоминать. Это еще бабушка покупала эту подпорку для пионов. Мне нравится, что ее не видно практически в саду. Вот этот вот натуральный цвет, мне нравится. Ну, слушай, ну, не всем пионам нужны подпорки. Конечно, конечно. То есть, если мы будем искать сорта, те, которые не нужны подпорки, да, ну, как правило, это ландшафтные пионы, у которых нет таких вот огромных махровых цветов, цветков, поэтому, ну, те, которые там с простой формы, с анимоновидной формы, с японской формой цветка, это те пионы, которые, в общем-то, многие сорта из них могут стоять без подпорок. И если вы не готовы городить у себя вот эти все вот изгороди без подпорок, тогда вам просто нужно остановиться на таких вот сортах и высаживать только их. Ну, я там тебя еще попросил оставить один пион без подпорки, который разваливается, чтобы люди посмотрели, что на самом деле пион разваливается непросто, он разваливается, совершенно как будто в него попала в эпицентр какая-то бомба. Его просто раскидало, и он без этого существовать не может. То есть мы четко, когда покупаем пион, мы должны понимать, под что надо ставить обязательно подпорки, под что не обязательно подпорки, под что не надо ставить. Ну, давай так, что если мы говорим о том, что мы хотим большие пионы с большими махровыми цветами, а это, как правило, срезочные пионы, которые изначально выращивались на срезку, все мы любим и знаем Сару Бернард. Но это абсолютно срезочный пион, у него высота где-то там 90 метров, тонкие стебли достаточно, ну, там аромат кому-то нравится, кому-то нет. Но я к тому, что такой большой цветок, он не может в нашем климате стоять устойчиво без подпорки. Естественно, таким цветкам нужны подпорки. Никуда от них нам не деться. Абсолютно. Ладно, попробуйте рассказать нам, чем подпираете пионы вы. Возможно, у вас есть какой-то более интересный вариант, потому что проблема насущная, так что надеемся на вашу помощь. Спасибо, что смотрите нас. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!